Кстати, и о «Газелях» в том числе говорили сегодня на встрече представители Департамента транспорта с журналистами. Напомню, с 1 марта маломестный транспорт должен исчезнуть с дорог, однако перевозчики, которые уверены, что имеют законные основания, продолжают выпускать в рейс именно «Газели» и параллельно собирают документы в суд. А кроме них выходят машины и других предпринимателей. Например, на маршруте номер 353, его, кстати, вовсе не было в списке сокращения. Обслуживают «Газели» и другие направления. Заместитель директора Дептранса Игорь Кожухов во всем винит недобросовестных перевозчиков. Мы выявляем и знаем такие факты, что некоторые предприниматели официально заменили еще в прошлом году вот эти маловместительные автобусы на более вместительные, то есть в договорах провели замену, а по факту вновь была выдана карта, и по этой карте работает снова маловместительный автобус до 15 мест. Мы предупредили предпринимателей, что мы будем проверять в линии фактическую работу транспорта и при выявлении вот таких фактов будем также расторгать договоры с перевозчиками. Чиновники обещают окончательно избавиться от маловместительного транспорта к тому времени, когда будет готова новая маршрутная сеть Омска. Сейчас уже известные участники, заявившие желание побороться за этот заказ, это Омский Сибадзи и Санкт-Петербургский университет. Кроме изменений в транспортной схеме, МИЧИ ждет еще одно новшество. Летом в муниципальном транспорте начнут тестировать повременный билет, когда при пересадке из одного автобуса в другой вторая поездка будет бесплатной, но с одним условием. Он будет запущен на карте транспортной нового образца Омка. И какие он возможности даст пассажиру? Если пассажир в течение 30 минут совершит поездку с последующей пересадкой, то обеи поездки для него будут стоить 22 рубля. Продолжение следует...